Приветствую. Сегодня я расскажу вам о том, как мы модифицировали ядро Linux для того, чтобы улучшить в нем поддержку подключения PCI-Express на горячую. Начнем издалека. PCI-Express — это интерфейс для взаимодействия процессора с высокоскороценными устройствами. Почему мы уделили внимание именно этой шине? Потому как большая часть тех устройств, тех процессоров, с которыми работаем, как X86, так и наша целевая платформа OpenPower — это, в общем-то, единственный интерфейс, с которым вообще процессор взаимодействует с внешним миром. Даже если взять USB, то USB — это отдельная контроллера USB, который подключается к процессору по PCI-Express. Сетевые адаптеры проводные, беспроводные, они также подключаются к процессору по PCI-Express, то же самое накопители и прочее. Hotplug — это такая фича, позволяющая перекоммутировать, переставлять, добавлять, заменять устройство на лету, не требуя выключать всю систему, вносить изменения, потом включать обратно, задать, пока она загрузится, а прямо нужно моментально вытащить, добавить что-то и начать пользоваться. Почему? Зачем эта фича нужна нам? Ну, начнем с самого простого случая. Сервер, передняя панель которого заполнена твердотельными накопителями, NVMe дисками, которые нужно иногда заменять. Их можно по желанию добавить какие-то новые. Как происходит процедура замены диска? С ним постепенно прекращается работа, с него демонтируются файлы системы, от него отсоединяется NVMe драйвер, он удаляется из списка PCI устройств системы, за ним загарается специальная лампочка, сигналирующая, что это именно целевой диск, к нему кто-нибудь приходит и вытаскивает другой диск, как раз тот, на который сейчас велась запись, либо чтение. Что при этом может произойти? Драйвер может упасть и утянуть за собой все ядро. Это может произойти, но мы не можем себе это позволить, этого не должно произойти, нужно как-то от этого ограничить. Другой вариант, в системе могут остаться, система может не понять либо драйвер, либо какая-то подсистема Linux, что устройства уже нет. Поэтому в нем от него останутся такие фантомы, какие-то устройства в DFS, что-либо еще. Тоже неприятно, от этого тоже следовало бы избавиться. Более сложный случай, когда мы делаем то же самое, но не уже не спортсменными дисками, а мы подключаем целые шасси, полные шпиндельных SAS дисков, которые подключаются к PCI-Express посредством специального адаптера, полные тех же самых Windows дисков и потенциально других устройств, как видеоускоритель, например. Так как PCI-Express имеет топологию дерева, то это выглядит так, что мы в середину дерева куда-то вставляем отдельную веточку. Еще случаи, когда оборудование свечи все настраивается таким особым образом, что клиентам предоставляется доступ не ко всей топологии, не ко всем устройствам, которые у нас есть, а для них аппаратно генерируется виртуальная топология, в которую уже руками добавляется ровно то, что этим клиентам каждому из них нужно. При этом Hotplug должна уметь как и система менеджмента, которая предоставляет, распределяет устройства по клиентам, так и каждый клиент должен уметь обработать те устройства, которые добавляются ему. Это было описание для нашей целевой платформы OpenPower, однако эта фича нужна нам еще и на производстве, когда у нас с конвера на заводе выходят платы с PCI-Express компонентами, они подключаются к тестирующим машинам, которые это обычно X86, к ним подключаются, туда обновляются прошивки, тюнинг с эквалайзерами, записываются настройки, которые нужны, проводятся тестирования, после этого плата отключается, и отправляется дальше на упаковку, и подключается следующая плата. Поэтому требуется, чтобы Hotplug работал на как можно большем количестве платформ, чтобы код его был мультиплатформенным, и чтобы оно везде работало одинаково, одинаково хорошо. И в некоторых случаях для нас это просто необходимость, потому как большая часть X86 машин, с которыми работали, они просто не способны загрузиться, если к ней подключена даже простая корзинка на 16-2 дисков. Поэтому приходится сначала загрузить такой машину пустой, просто затем подключать корзинку либо какие-то устройства, и затем инициировать рискан всей шины, после чего корзинка или другое, что любое другое появляется уже в системе. Современное железо, современный Linux уже в какой-то мере Hotplug поддерживают. В этом можно убедиться, просто заглянув в конфиг гидраната верхней строчкой, мы просто грепим Hotplug PCI, видим, в нашем данном конкретном случае PCI включен. В большей части дистрибутивов, думаю, это уже поддерживают, либо можно прикомпилировать ядро и включить самостоятельно. Стандартный утилит LSPCI, показательный пакет PCI утилит в каждом дистрибутиве, на любой платформе она должна быть. Этой утилитой можно заглянуть в сам свитч, которому планируется Hotplug, и спросить у свитча, поддерживает ли он это уже. Вот подсвечено красным, Hotplug плюс. Это означает, что фича включена, этим можно пользоваться. Можно посмотреть, если топология еще неизвестна, ну как физически она выглядит, можно посмотреть опять же вывод LSPCI, чтобы она вывела топологию в виде дерева, и посмотреть, есть ли у нас свободные разъемы, в которые что-то вообще можно добавить. Здесь, собственно, вид разъемов, он подсвечен красным. Это в квадратных скобках можно видеть диапазон чисел. Собственно, разница между конечным и начальным числом это то количество, скольки портовый свитч можно в это гнездо вставить. И самый последний вариант. Так как использовать PCI-Express устройства можно, проецируя их на память, то должны быть зарезервированы места по разводу на пространстве, куда эти адреса, собственно, поместить. Что здесь может пойти не так? Во-первых, ну как уже видно, Hotplug в текущем виде во многом настроен на резервирование ресурсов. То есть у нас есть два вида ресурсов. Это номера шин, чтобы заход положить какой-то свитч многопортовый, либо шасси, который тоже представляет собой свитч, который уже подключен на устройство. Второй ресурс — это адресное пространство. И эти ресурсы, они могут быть добавлены в любое случайное, в любое место. На их расположение между собой накладывается ограничение. И ровно из-за этих ограничений не так просто взять и что-то добавить в середину уже существующего дерева, какое-то поддерево. В большей части случаев мы можем видеть, что bootloader, либо BIOS, либо BIOS-подобная сущность, которая живет на машине, ровно она занимается в текущем виде резервированием этих ресурсов. Ядро, когда загружается, она просто смотрит на то, что ему выдали, и как-то с этим пытаясь зажить. И если зарезировано слишком мало шин для шасси, она не может быть добавлена, либо слишком мало адресного пространства, то устройства тоже не могут быть добавлены. И в текущем виде можно ориентироваться по большей части на добавление каких-то эндпоинтов, то есть конечных устройств. Ведь ускорители, если повезет, ну или медийские, или какие-то прочие устройства. Вот пример VWDLS-PCI для такого стандартного рабочего ноутбука, который там можно увидеть на Expansive 6. То есть, собственно, здесь можно узреть, что большая часть, ну, как я говорил, всей системной периферии, она подключена именно по PCI-Express. И вот примерно в середине слайда, подсвечено оранжевым, можно видеть, как примерно выглядит свитч. Видно древовидную структуру PCI-Express. И общение с устройствами проходит посредством пакетов. Процессор генерирует пакет, отправляет его в дерево. Этот пакет с алгоритмом маршрутизации находит свой адресата, причем только одного, не бывает широковещательных пакетов. И когда какой-то из лов генерирует ответный пакет, который уже маршрутизировать особо не нужно, и он просто поднимается наверх. Соседние устройства между собой в общем случае общаться не могут, то есть взаимодействие только процессор-устройство, устройство-процессор. Свитч — это краеугольное понятие вообще в PCI-Express. Здесь я представил несколько вариантов, как выводилось с PCI, можно увидеть глазами структуру, как выглядит свитч. Вот четыре варианта. Здесь представлена одна из плат, это такой адаптер. Здесь видно, что он одним своим разъемом подключается в стандартный, привычный PCI-Express разъем, который мы могли видеть шириной 16. За боковой стороны такого адаптера видно четыре разъема для подключения кабелей. Это мини-сас кабели, по которым можно пустить PCI-Express куда-то вдаль, до трех метров вдаль. Можно подключить какие-то там между собой отдельные далеко стоячие шасси. Такой свитч можно настроить на лету. Его можно настроить как один вариант. Каждый из кабелей может ввести к какому-то отдельному устройству, к отдельному шасси. Можно подключить, чтобы все четыре кабеля ввели все вместе как одним, таким потоком шли в одно место. Это нижний вариант, когда мы видим, что у свитча, как говорил уже, древоиня структура PCI-Express означает, что у каждого свитча ровно один upstream порт, которым он смотрит в процессор, и остальные порты, которым смотрит устройство. И свитч можно какими-то промежуточными вариантами тоже настроить. Тогда это будет примерно выглядеть как остальные варианты. Важно, что этот свитч такой можно прямо на лету переконфигурировать. И при этом можно записать на вас настройки и вот потребуется для этого перезагрузить, чтобы настройки применились. И это означает, что сам свитч на некоторое время и все устройства, которые находятся за ним, они из системы пропадут. И когда свитч будет готов, устройство уже заново скоммутированное появится снова. И чтобы это обработать, нам тоже нужен хутлак. Чтобы как-то получить какие-то знания о PCI Express, даже не обязательно иметь под рукой спецификацию. Не надо часто, достаточно просто взглянуть в исходники ядра. Вот один из файлов, где можно увидеть в общем типы портов. Их несколько, но в большей подавляющей части случаев хватит всего четырех. Endpoint, собственно, конечное устройство, upstream и downstream, это порты свитчей, можно так отличать между собой при начальном поиске устройств, и root-порт. Собственно, процессор подключается, видит, так сказать, весь все остальное PCI Express, он тоже посредственно свитча, только который устроен в сам процессор. Только, в отличие от других свитчей, что он своим upstream портом подключается не в другой свитч, в другой какой-то порт, а, собственно, это его upstream порт, это и есть процессор. Чтобы доставить пакет адресату, у каждого узла в этом деле должен быть адрес. Адрес в терминологии PCI Express это ID, он записывается в нотации BDF, bus device function. Девайс в один подсвеченный синим, такой средний компонент адреса. Этот компонент нужен для развлечения портов downstream свитча в пределах свитча. Вот мы видим, если, во-первых, мы в приведенном примере уже способны просто глазами увидеть структуру, видим корневой свитч, в котором в один из слотов подключен еще один свитч, в него, в свою очередь, третий свитч, и в него уже какой-то, ну, на примере NVMe накопитель, какой-то Samsung. И вот мы здесь посмотрим самый хвостовой последний свитч, мы видим, что у него номера портов, они пронумерованы 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0 и так далее. Так как в downstream порт это разъем, и в один разъем мы можем вставить только одно устройство. Поэтому, если мы подключаем что-то к свитчу, то у него компонент адрес, он может быть только один, нулевой. И вот эта синяя часть, она всегда будет нулевой. Функция. Наглядный пример, зачем в адресе нужна функция, это бытовые видеокарты. Они могут подключаться к монитору, к телевизору с динамиками, посредством HDMI-кабеля, который может проводить как видео, так и звук. И для удобства работы, ну и, соответственно, видеокарта должна передавать звук. Для этого, для удобства работы, в видеокарте, собственно, нулевая функция основная, это к ней подключается видеоадаптер, который занимается своей работой, и функция, добавляется еще одна функция 1, например, которая представляет собой видео звуковую карту, с которой уже работает Linux, подключает к ней отдельный звуковый драйвер, и в него уже идет битовый поток звука. А вот номер шины, самый красный компонент адреса, номер шины нужен для того, чтобы каждому из этих узлов, каждому из портов свечи выдать свой собственный номер уникальный, чтобы как-то можно было до них их находить. И видим, что в данном примере на ММИ накопитель подключен к шине подсвеченный 8А в самом хвосте. Как пакет найдет, вот процессор генерирует, какой-то пакет хочет отправить и доставить его этому Самсунгу на шине 8А, как пакет найдет свой адресат. Видим в красных квадратных скобках для каждого свеча, для каждого порта, мы видим диапазон. Это диапазон тех шин, которые находятся под этим свечом, под этим портом. И свитч при поступлении на него сабстрим-пакета, он просто перебирает все свои порты. Вот мы начнем с корня. Шин, отправляется в пакет наш, или шину 8А, перебирается. Самый первый порт, 0.2.0, шина 81, не подходит. Следующий порт, шина 82, не подходит. Следующий пакет 83 до 8Е, 8А входит в этот диапазон. Пакет проходит дальше. Ну и так дальше по этим, таким же способом пакет доходит до своей конечной цели. Этот диапазон, вот эти номера, первый номер и второй номер, называется secondary bus и subordinate bus. Для этого есть специальные регистры. Специальные регистры. Вот эти диапазоны не могут перекрываться, они как-то конфликтовались между пересекацией, и должна быть обеспечена единственность маршрута в каждую точку дерева. Теперь, собственно, глядя на это дерево, уже можно примерно представить себе алгоритм, как можно такие шины назначить. Потому что если device number и function number это, в общем-то, атрибуты, которые выдает switch, то есть он говорит, какие устройства адрес, то номер шины назначается сверху, ядром. Ядром или bootloader. И можно видеть, уже заиметь идею, что эту шину можно назначать обходом дерева вглубь. Начинаем с начальной шины, которая в данном случае 80-е. Начинаем перебирать. Первый борт 0.2.0. Назначаем шину 81, дальше 82 и так далее. И дальше я покажу на примере, как, собственно, назначать диапазоны. И здесь видно, что вот на примере последнего хвостового свеча, вот там у него диапазон 87 до 8C, видно, да? Его номер, первый номер 87, это номер шины самого свеча. И каждый из его портов будет иметь адрес 8700, шина 81, шина 8701, шина 89 и так далее. Ну, думаю, тут понятно. Если в предыдущем, ну, в том примере, все совокупность всех устройств все дерево было объединено в один-единственный домен возле номера шины, его можно видеть корневой шин 0,0,0, то на примере OpenPower корней может быть сразу много. Потому как, ну, да, на примере это четырехпроцессорная система, каждый из процессоров поддерживает до трех корней, которые в термологии писать эксперт называется root-комплекс. Это делается как для ускорения, чтобы можно было стремять деревья, каждый процессор может работать с тремя деревьями, независимо, ну, и тем самым ускорять весь процесс, и самодействие, так и для безопасности. Если что-то на каком-то из деревьев случится, его можно изолировать и обойтись малой кровью, сохранив остальную топологию в целостности. Ну, есть более затейливые конфигурации, как, например, двухпроцессорный разеон, в котором один домен, но четыре корня, по два корня на каждый процессор, одна шина CMF, E8, EFF, которая содержит в себе устройство виртуальное для мониторинга и управления процессором, и остальные два диапазона, для которых уже, собственно, помещаются устройства. Да, система загружается, что нужно, что ядро делает для того, чтобы шину как-то просканировать и узнать, что там вообще находится. Во-первых, сам способ, как перебрать адреса, во-вторых, как понять, что по данному адресу что-то вообще есть, как понять тип того, что подключено к этому адресу, ну, и как алгоритм назначения шин. PCI-Express спецификация диктует формат адреса, которым должны все устройства поддерживать. Это 8 бит на номер шины, 5 бит на номер устройства и 3 бита на номер функции. Ну, собственно, перебираются, таки вы знаете шины, знаете размеры, можно перебрать все дерево целиком. Сначала шина 0, нулевое устройство, на нем все функции, потом для первого устройства нулевое шины все функции, ну и так далее. Доходим в последние функции, возможно, последние шины FF, ну, перебираем устройство от номера 0 до номера 1F, все возможные адреса. Этот полный перебор, это все, можно немного сократить. Например, если устройство вообще есть, у него должна быть минимум одна функция, функция 0. Если функции 0 нет, можно дальше просто не искать, значит там уже гарантирован ничего нету. Ну и как уже упоминал, в downstream port свеча может быть подключен только один устройство, поэтому можно посканировать только номер девайса 0. Как понять, проведя операцию чтения из шины, есть ли на этом, на этом адресу что-то либо нет? Если по этому адресу ничего нет, то если мы делаем 32-битное или 16-битное чтение, то вообще все биты прочитаны, они будут единичные. То есть мы прочитаем вот такие вот FF. Хорошо было бы иметь такой регистр, который гарантированно бы имел, если устройство есть, гарантированно бы не имел значения, вот FFF, если мы читаем, что у нас бит. И вы уже могли сегодня эту таблицу видеть. Такой регистр есть. PsyExpress стандарт задает достаточно большое количество первых регистров, их несколько сотен, специфичные для вендоров. И как раз первые два регистра девайс-ид и вендор-ид, которые обязаны иметь не FF-ное значение. Третий регистр, который нам очень заинтересует в дальнейшем, чтобы понять, что перед нами за устройство, это класс-код. Это тип первые регистры для end-point, для конечного устройства. Для свечей, как upstream, так и downstream портов. Первые регистры те же самые. Но далее идет уже специфика. Мы видим subordinate bus number и secondary bus number, в которых записывается этот диапазон для дальнейшего поиска. Вендор-ид, чтобы как-то не запутываться, как-то можно было чего-то отталкиваться, ведется репозиторий международный, в котором все договариваются назначать каждому вендору свой собственный ID, очевидно. Опять же, можно посмотреть просто в исходнике ядра и какие-то из этих чисел увидеть. У нас, у нашей фирмы, тоже такой номер есть, но, однако, у нас пока нет особенных устройств, для которых нужны особенные драйвера, неподходящие. Поэтому пока не было необходимости добавлять свой номер. класс код тоже продиктован на стандартном, какие значения они могут иметь единичка, если перед нами накопитель, двойка, если это какой-то сетевой интерфейс и так далее. Ну и для нашей фирмы особый интерес представляет класс Storage Express, это NVMe диск. Как происходит привязка, зная значение этих регистров, привязка устройства к его драйверу? Ведется вот такого вида таблицы. Если увидеть прям самый центр таблицы, надеюсь, различимо, там видно как раз PCI класс Storage Express. Это таблица для драйвера NVMe, и любой такой устройство будет связано, любой устройство класса будет связано с нужным, правильным драйвером. Если для каких-то дисков нужны особенности, есть какие-то особенности, которые драйвер должен учитывать, можно их вот как вокруг указывая вендора D-Device ID, можно как-то эти особенности задать. Ну и дальше эта таблица стандартным способом обрегистрируется в подсистеме ядра PCI. Все, что я до этого описывал, это был один из двух способов взаимодействия с шиной, с устройствами. Тот способ, который называется обращение к конфигурационному пространству, когда мы читаем регистр, там указываем адрес регистра и значение. Второй способ, это когда устройство проецируется на памяти работает как будто это просто с адресами памяти. В ядре для этого используются функции PseoReadConfig, PseoWriteConfig, которые затем сводятся к архитектурно-специфичному коду. Вот я привел примеры, куда дальше спускается в Arch в коде для платформы ССС-6 и OpenPower. Пример того, как производится нумерация. Я напомню, это нужно для того, чтобы понять, как производится нумерация. Затем, когда происходит код-плаг, мы можем эти действия, зная уже, как это должно происходить, повторить. Вот загрузка системы, системы ядра, ничего не знает о том, что вообще есть в системе. Знаем только, что есть рутовый комплекс, как он именно, какой у него драйвер, как с ним обращаться. Производим полный перебор. Начинаем с адреса 0,0. Что-то находим какой-то endpoint. Переходим дальше, следующий. Находим downstream. Если downstream, это порт, у порта должен быть свой номер. Затаем ему номер. Следующий. Так мы начинаем с нулевой шины. Следующий с полной шины это 0,1. Следующий порт, опять downstream порт, нужно назначить ему шину. Следующие. И находим. Что мы видим? Видим девайс, поле адреса девайс, одинаковый для всех этих четырех строчек. 0,0,0,0,0,0,0,0. Это означает, что физически это одно устройство. В данном случае это сетевой адаптер. Почему у него несколько функций? Потому что они потом могут использоваться, как независимо, прокидываться в дальшую систему, как независимо с этим интерфейсом. Этим же способом нумераться дальше находим какой-то тип upstream. Если upstream, это означает, что здесь мы натолкнемся на следующий свитч, свитч следующего уровня первого, подключенного. Если у нас есть свитч, значит нужно задать диапазоны. Мы еще на данный момент ядро не знает, сколько именно устройств там находится дальше, поэтому диапазон нужно задать максимально возможным значением, чтобы пакеты, любой посланный пакет дошел до адресата. Находится потом еще следующий свитч. И вот свитч третьего уровня дошел до конца, обнаружены все порты, которые у него есть. И теперь пора обход дерева поднять на уровень выше. Это означает, что последнюю шину мы выдали номер 10 в эффекте. Значит, сейчас мы можем записать диапазон. Последний номер, который находится за этим свитчем, это десятый. Как за третьим свитчем, так и для портов второго уровня. Находим следующий свитч. Все, мы ощупали, выделено красным, конец диапазона. Для этого, для этой ветви дерева. Дальше процедура та же самая. Что нужно для того, чтобы каждый из этих свободных портов можно было подключить свитч? Нужно зарезерировать шины. Это в стандартном подходе, в текущем принятом. Поэтому процесс в принципе тот же самый, только вместо добавления одной шины диапазона задаем чуть больше. Теперь проходим ко второму способу взаимодействия с PCI-Express устройствами. Это когда они проецируются в память. Для этого собственно устройство записывается на какой именно адрес они спроекцированы. Вот здесь можно видеть пример того, как можно посмотреть на уже работающую систему. здесь два USB-контроллера какой-то сетевой и заглянув в файл proc.io.mem можно посмотреть здесь собственно адреса. Видно их тоже вложенную структуру, видно как они там дальше используются, видно что здесь они привязаны к драйверам. Ну здесь tg3 это собственно сетевой драйвер. Когда драйвер обращается к этой замапленной памяти, контроллера PCI генерирует опять же пакет, который должен быть пакет, это дальше по всей топологии доставлен в систему, доставлен адресату. Но здесь уже вот этого адреса в формате BDF уже нет. Поэтому для этого используется такая маршрутизация подобная, но только используется не адрес устройства, а не ID устройства, а сам этот адрес в памяти используется для маршрутизации. И для того, чтобы этот пакет доставить, в каждый порт задается точно такой же диапазон адресов, как это используется для адресации по номерам. И собственно, и вот этот диапазон называется Bridge Window. В Linux, если вы можете смотреть в исходнике, то кажется, Switch называется, в терминологии Linux будет Bridge называться. Ну и собственно, это диапазон Bridge Window. Именно поэтому видна вложенность, что есть большой Bridge Window корневого свеча, он на каждый порт генерирует свое Bridge окно поменьше, оно даже вкладывается и уже в отдельном окне уже располагаются так называемые бары. Эти спроектированные адреса, чтобы они записываются в регистры Base Adres Registers, сокращенно бар, и баром называется собственно как само имя регистра, так и область памяти, на которой он спроектирован. Они бывают трех видов, и Opspace, который уже дремучий Legacy, и допустим OpenPower не поддерживается вообще, но он Prefetchable, при чтении которого могут быть побочные эффекты, например, какие-то статусные регистры, которые при чтении сбрасывают свои флаги, при чтении устройств меняют свое состояние, и рекомендованные спецификации Prefetchable тип бар. Вот пример того, как они используются. Драйвер NWME запрашивает адрес бара физический, применяет к нему IO-Remap для получения виртуального адреса, и дальше семейство функций read и write его дальше используют. Повторим опять проблему, которая возникает. Недостаток номеров шин и недостаток зарезервированного пространства, потому как эти окна тоже не могут пересекаться, если и устройство окно того бриджа, в котором мы сейчас подключаем что-то, оно не может раздвинуться, потому как справа и слева от него тоже находятся такие же окна. Поэтому, чтобы эту проблему решить, мы внесли в ядро понятие подвижных баров. Получается, у нас есть физическая топология, древовидное дерево. Она проецируется на такие надресные пространства, которые доступны подбаров, нарезаются на окна. Поэтому, как только в середину дерева что-то добавляется, берем так называемый хвост дерева, пытаемся подвинуть, в простом случае. И как-то мы подвинули бары, у нас появляется промежуток, который мы можем разместить бары новых устройств. как это сделать физически проще всего. Мы нашли, что можно все текущие настройки текущих окон, можно их освободить, сбросить и провести нумерацию баров точно так же, как это происходит при старте системы. Опрашивается каждое устройство, какие у него бары есть, какие у них есть размеры. сначала опрашивается, чтобы ядро узнало, какого размера окна нужно нарезать, как нужны каждому свечу. Затем они суммируются, суммируются для каждого вложенные, и затем процесс повторяется, только уже сверху вниз нарезается окно большое, в котором влезли бы все бары всех устройств, и дальше они нарезаются уже на кусочки. Это позволяет нам, если система вообще в принципе способна разместить такое количество устройств, которые мы в него пытаемся подключить, то система сможет это сделать. Побочным эффектом является то, что если до этого Hotplug был основан на резервировании ресурсов, то и получаешь Hotplug был только лаканен в пределах последнего свеча, куда он вставляется. То теперь добавление даже одного устройства куда-то в середину дерева может повлечь с собой необходимость полного риска на всей шины, и он может затронуть большое количество устройств топологии, то есть их бары будут передвинуты. А драйверы, которые используют эти бары, они могут быть к этому не готовы. Ну, вернее, по умолчанию не готовы. Если их адрес изменится, то они будут продолжать общаться по тому же адресу, с которым они общались до этого, вызывая всякие побочные эффекты. Поэтому для решения этой проблемы мы добавили новые хуки в драйвер, которые системой PCI, как только определяется факт необходимости пересканировать шину, когда пришло прерывание, или мы инициировали через SFS рескан, то все драйверы, которые поддерживают этот хук, этот хук вызывается, ну, здесь, например, в E-драйвера, он начинает блокировать все поступающие запросы, ну, как блокирующий вызов, чтобы не начинать новое действие, заканчивать текущее действие, потом перестает пользоваться используемым баром, обнуляет на всякий случай указатели, и потом, когда уже рескан завершился, когда все бары подвинули, драйвер может продолжить свою работу. Спасибо. Необходимо эту поддержку подвижных баров нужно в каждый драйвер добавлять, добавлять явным образом. Это означает, что если драйвер еще не поддержат на данный момент, то его бары должны остаться на месте, и при этом, поэтому мы добавили в этот алгоритм аллокации дикбридж-виндов как раз возможность того, чтобы указать, что если в этом бридже находится фиксированный неподвижный устройство с неподвижными барами, то его окно может занимать два крайних положения, либо на одном своим концом упирается в фиксированную часть, либо другим. И поэтому задается вообще какое-то потенциально возможное положение этих баров. С номерами шин с одной стороны проще, потому что для этого не надо останавливать драйвера, с другой стороны тяжелее. Вот пример. Мы хотим добавить, сколько бы мы не резервировали шин, всегда может быть конфигурация со вложенными свечами, когда количество шин не хватит. Во-первых, их вообще ограничено количество, всего 255, если поддерживается полностью, и подключая такую вложенную свечу, их просто не хватит. поэтому опять же мы ввезли патчи в ядро, которые не резервировали бы шины вообще, а сдвигали их. Вот на данном примере подключается в третью шину вот эта вся конструкция, и та шинокодавра четвертая, она сдвигается до 1Е, чтобы не конфликтовать с последней шиной нового устройства. Ну и так далее. Устройство можно не останавливать, потому как в функциях доступа к заказанному пространству адрес BDF напрямую не используется. Однако здесь поджидает засада в виде CSS и ProcFS, в которых формат в виде Bass Device Function задается, используется напрямую. И как раз номер шин это изменился. Поэтому все эти CSS и ProcFS должны быть на меня слышно? Простите. Выбрали путь при рискании как только обнаруживается факт того, что устройство поменял адрес. Спасибо. Удаляются CSS и ProcFS и после того, как шины передвинуты, они создаются заново. Это потребовало от нас изменения базового API ядра, потому как в нем просто на момент ядра версии P3 просто не было функции переименований. Была единственная, которая используется только в единственном месте для переименования сетевого интерфейса. Но остальные не годятся. Во-первых, они явно объявлены как деприкейт. Во-вторых, они ProcFS и CSS вообще никак с ними не взаимодействуют. Поэтому мы добавили по систему PCI функции отключения и подключения заново новых CSS и ProcFS файлов. У меня уже мало времени, поэтому буду ускоряться. для активации этих фич с примененными нашими патчами нужно указать ядру явно, что теперь ядро может назначать шины самостоятельно, не полагаясь на то, что ему продиктовал бутлоудер. С OpenPower ситуация дополнялась тем, что он очень сильно завязан на Device 3. Device 3 это такой XML-видный текстовый блок с описателем того, что вообще какая аппаратура есть. И в текущем виде ядро вообще не могло лазить самостоятельно в шину, чтобы определить, что за устройство там вообще есть. Оно, ведь это полагалось полностью на ту данную, которая выдавала такой биосоподобной сущности, которая называется OPPL. Мы добавили эти патчи, которые позволили бы работать OpenPower ядру точно так же, как и работают остальные характеристики как есть X86, чтобы можно было приложить логику локации шин и баров в ядро. Собственно, это было нашим целью. DPC. DPC – это механизм, который позволяет защитить от непредсказуемого непредвиденного выдирания устройства из шины. когда это событие возникает из леченого устройства. DPC свитч – это аппаратная фича свитча. Он на каждый входящий запрос рейд или запрос чтения или записи генерирует такой фейковый ответ, что как будто бы все хорошо, лишь бы драйвер не упал. И в это время шлет прерывание ядру, чтобы оно продиктовало драйверу, что пора отключаться, драйвер отключается, ядро удаляет все фантомы устройство, чтобы к нему уже не было доступа. Но после этого говорится, все, я готов, можно уже не генерировать эти фейковые ответы. Вот как оно работает. Вызывается в DPC обработчик прерывания, который передает состояние IO-Frozen, он передается в хук, который каждый драйвер добавляет собственно, и уже драйвер на уме при возникновении вот этого события он уже останавливает работу. Ну и дальше ядро подсистема PCI, сама удаляет фантомы и проводит. Неожиданные сюрпризы, которые поджидали нас. Это система Runtime Power Management, которая отслеживает когда последний раз было обращение к устройству, если на взгляд ядра это было достаточно давно, то она усыпляет. И вот еще только что мы обращались с устройством, оно было работало, после этого мы хотим менять умбары, переставить шины, оно уже отвечает FF-ками. И у нас триггеряются защитные механизмы, которые говорят, что все плохо и пора вообще все отключать и обрушивать нам ядро. Кроме фич мы исправили несколько багов, там древний баг, который пил нам кровь с состоянием гонки, когда мы загружаемся, либо когда подключаем свитч, причинили регрессию в стандарь драйвере Hotplug и добавили некоторых квирков для бракомовских свитчей с места Pelix. Все, спасибо за внимание. У нас есть ровно одна минута на вопросы и у нас я вижу один вопрос, может быть как раз это ее и потратить. Спасибо за рассказ. Такой вопрос, что обстоит, как обстоят дела с апстримингом всего этого? Да, забыл упомянуть, мы это стараемся, вот уже прошло где-то 6 раундов наша попытка апстриминга всего этого дела, это как раз для подвижных баров и в принципе в маленьких кусах можно найти movable bars, он сразу придет на эту рассылку. Мы по себе общаемся с моим тренером PCI, который указывает, что он хотел бы еще видеть, в общем мы надеемся, что уже может быть V4, V5 скорее, V5 ядре, возможно уже эти патчи понадобятся, тоже появятся, вы тоже сможете ими воспользоваться. Пожалуйста, Андрей, вопрос по дополнению. Только в микрофон, пожалуйста. Небольшое дополнение тоже к предыдущему вопросу. А мейнтейнер NVMe что сказал по этому поводу? Пока молчит. Ну он был явно в копии стоял, но пока он об этом ничего не сказал. Спасибо еще раз докладчику. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...